Приветствую вас, Ольга. Вы спрашиваете о том, что вам делать в вот этой ситуации. Я думаю, что делать что-бы что. Вы пишете, что не можете забыть этого человека, но я думаю, имеет смысл посмотреть на то, что вы перестали общаться после инцидента. То есть мужчина очевидно не готов за вас бороться, не готов отстаивать вас и так далее. То есть эта ситуация, что вы перестали общаться при условии, что он проживал общение, да, ну как бы ставит под сомнение чувство мужчины. С другой стороны, если вы влюбились в сослуживство мужа, то очевидно, что в самих отношениях с мужем у вас что-то не так. Очевидно, что в отношениях с мужем вас что-то не устраивает. Очевидно, что вы чем-то недовольны. Недовольны. Вот. И этот момент, момент недовольства нужно рассмотреть обязательно, потому что неудовлетворенность будет снова и снова возвращать вас к вот этой вот, к этому поведению, когда вы смотрите на кого-то со стороны, на стороне и влюбляет. Вот. Не очень понятно, как вы относитесь к мужу, не очень понятно, каким вы видите будущее своей семьи, не очень понятно, готовы ли вы брать на себя ответственность за то, что послужило основой и причиной для влюбленности. Не очень понятно, что из себя представляет в вашем, так сказать, восприятие, в вашем осознании, да. Вот. Мне кажется, что все это нужно разбирать. Если, допустим, отношения с мужем себя и жили, если вы не хотите над ними работать, не хотите, не можете принимать своего мужа, то, соответственно, ну, вам, наверное, нужно расставаться. По другой стороне, оптимальным вариантом было бы и вам, и вашему мужу обратиться вместе на семейную консультацию для проработки ваших проблем. Возможно, для начала только вас, только вас, то есть только вы одна, можете это сделать не обязательно с мужем. Вот. Но совершенно очевидно, что так. Вот. Поймите, пожалуйста, что если вы не знаете, что делать, то мы не знаем и подавно, потому что мы не будем решать за вас, это было бы не совсем корректно, это было бы крайне неуважительно по отношению к вам, вот, неуважительно и уничижительно по отношению к вам. Поэтому я думаю, что должно надо даже психолог здесь помочь вам в себе разобраться, как раз таки. Дальше же будет видно, как и что делать. Вот. Такая вот история. То есть здесь я бы поисследовал отношения с мужем, то, что вы чувствуете, хотите для мужа, то, что вы чувствуете, хотите для себя. Вопросы личной ответственности, вопрос включенности в потребностную сферу, степень осознания, степень контакта, точнее, с эмоциональным интеллектом вошел, вот, и, соответственно, восприятие другого мужчины. Такой вот момент. Вот вы пишете, что не можете человека забыть, да, вот, вы пишете, что не могу его забыть. В каком ключе, в каком контексте вы пишете об этом, в каком ключе вы не можете забыть мужчину, вот, из чего состоит вот эта вот, если угодно, невозможность, да, его забыть. Что она из себя представляет. Это крайне важно, потому что с этим связаны определенные ваши желания. Которые, ну, как очевидно, не удовлетворяются в семье вашей. То есть с вашим мужем не получается их удовлетворить. Это печально, это грустно, но это правда. Вот. Так что необходимо поработать, пообщаться с вами, разобраться там уже дальше будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи, удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...